Привет! В этот день, 20 лет назад, в свет вышла операционная система Windows XP. Да, в это сложно поверить, но именно 25 октября 2021 года Windows XP отмечает свою 20-летие релиза в продажу. ОС, которая действительно изменила мир и сделала компьютеры еще более доступными для людей. Данная ОС содержит очень много изменений и улучшений, среди которых появление экрана приветствия и быстрое переключение пользователей, реализация нового дизайна и переработки системы поиска файлов и папок, возможность реализовать и совместимость работы старых приложений с Windows XP и прочее. Обо всем этом мы поговорим в данном видео, узнаем с чего все началось, установим Windows XP на рельный компьютер и рассмотрим данную ОС. А все началось аж в конце 90-х годов, когда Microsoft была сосредоточена на двух отдельных продуктах. Odyssey, которая должна была сменить будущее Windows 2000, и Neptune, которая должна быть ориентирована на потребителя операционной системой с использованием архитектуры Windows NT, следующей за MS-DOS и Windows 9X. Основываясь на ядре NT 5.0 Windows 2000, Neptune в первую очередь сосредотачивался на представлении упрощенного интерфейса на основе задач, основанного на концепции, известной как «центре активности», первоначально планируемый реализовать Windows 98. Но спустя время, в январе 2000 года, незадолго до официального выпуска Windows 2000, в случае технический писатель Пул Терретт сообщил, что Microsoft отложила как Neptune, так и ADC в пользу нового продукта под кодовым названием Whistler, который был назван в честь городка Whistler в Британской Колумбии, так как многие сотрудники Microsoft катались на лыжах на горнолыжном курорте Whistler Black Comp. Цель Whistler заключалась в объединении как потребительских, так и бизнес-ориентированных линий Windows под единой платформой Windows NT. Терретт заявил, что Neptune стал черной дырой, когда все функции, которые были вырезаны из Windows ME, были просто повторно помечены как функции Neptune, а поскольку Neptune и ADC все равно будут базироваться на одной кодовой базе, имело огромный смысл объединить их в единый проект. На конференции WinHack в апреле 2000 года Microsoft официально объявила и представила раннюю сборку Whistler, сосредоточившись на новой модульной архитектуре, встроенном записи компакт-дисков, быстром переключении пользователей и обновленных версиях цифровых медиафункций. Генеральный менеджер Windows Карл Сторг заявил, что Whistler будет выпущен как в потребительских, так и в бизнес-ориентированных версиях, построенных на одной архитектуре, и что планируется обналить интерфейсы Windows, чтобы сделать его теплее и дружелюбнее. В июне 2000 года Microsoft начала процесс бета-тестирования. Практически каждая бета-сборка системы содержала множество изменений и отличий по сравнению с предыдущими. А в 2001 году Microsoft сменила название Whistler на XP от слова Experience – опыт. Многие скажут, что Windows XP – это просто доработанное и сильно улучшенное Windows 2000. И я вам скажу следующее. Так оно и есть. Данный OS является продолжением линейки NT 5.0. Вот снова прошло время, и в октябре 2001 года, когда уже прошла красочная презентация системы, в которой Билл Гейтс попрощался с MS-DOS, и новая Windows поступила в продажу в бокс-версиях. Но так как у меня, к сожалению, нет бокс-издания, мы ограничимся обычным UEM-изданием. Данное издание поставляется с такой маленькой книжечкой, которая поясняет преимущества данной OS, и пошагово рассказывает, как всё это установить. Наклейка с лицензионным ключом, который можно наклеить на компьютер, и красивым голографическим компакт-диском, который при попадании света будет пестрить различными цветами, а если сделать правильный наклон света, то можно увидеть полноценную цветную картинку. Благодаря своей бешеной популярности в те времена также распространялись и подобного рода компакт-диски с различным софтом и уже активированной системой в комплекте. Компьютер, на который будет установлена операционная система, содержит в себе процессор Pentium 4 на 3 ГГц, 256 МБ оперативной памяти, звуковую карту Sound Blaster Live 5.1 и жёсткий диск на 80 ГБ типа IDE. Вполне себе отличный компьютер для данной системы. На данном компьютере стоит OS Windows ME, который мы обновлять DXP не будем. Мы сразу будем устанавливать систему начисто, с нуля. Установка делится на два этапа – текстовый и графический, как и Windows 2000. По сравнению с Windows 2000 в текстовом этапе установки изменился только шрифт, а в целом всё точно так же. А вот графический этап установки сделан совершенно по-другому. Слева теперь показываются этапы установки, прогресс выполняемого действия и количество времени, которое осталось до конца установки. В некоторых этапах оставшееся время утекает очень быстро. А справа показываются различные рекламные сообщения, в которых рассказывается, что эта система намного лучше предыдущих и как там всё классно по сравнению с прошлыми версиями. Мало того, что графический этап установки получил новый дизайн, но он теперь отображается не в окне, как и Windows 2000, а в полноэкранном режиме. Но старый вариант исправно возвращается с сочетанием клавиш Shift F11. После завершения установки мы видим первоначальную настройку, где просят сразу же подключиться к интернету и активировать систему, настроить автоматическое обновление и создать аккаунты. После установки наступает момент истины, появление экрана приветствия и надпись «Приветствие». И спустя время перед нами появляется рабочий стол данной ОС. Сразу можно заметить, что система претерпела полный редизайн. Перерисованы иконки, система отказалась от классического оформления по стандарту и перешла на новый стиль «Луна». Произошло полное пересмысление меню пуск. Оно теперь разделено на два столбца. В левом столбце находится закрепленный список, где имеется Internet Explorer и Outlook Express. Чуть ниже находится список часто используемых программ. В правом столбце находятся различные пункты меню, которые быстро позволяют получить доступ к панели управления, окну выполнить, документам и прочему. Иконки к Windows XP рисовала компания IconFactory, которая рисовала значки Aero к Windows Vista. Фоновая картинка рабочего стола была снята фотографом Чарльзом О. Риэром в январе 1996 года во время поездки по различным калифорнийским округам. Поиск в системе также претерпел изменения. Теперь появился так называемый помощник, та самая собачка или же Тузик. Новый дизайн получила исправочная система, в которую вряд ли кто из нас заходил. В системе также появилась поддержка ClearType и возможность записывать CD-DVD диски. Так как у нас OEM-издание, нам дается 30 дней на то, чтобы ее активировать различными вариантами. По телефону, через интернет или самостоятельно, имея лицензионный ключ. Вы, наверное, удивитесь, но активация этой системы по телефону в 2021 году работает исправно до сих пор. Конечно же, активация системы обходится некоторыми способами, об этом я рассказывал в отдельном ролике на своем канале. Ну а теперь давайте выйдем в интернет, но для начала нам не мешало бы установить драйвера. После того, как мы установили драйвера на все необходимые устройства, мы можем приступать к выходу в интернет и запуску современного софта. Конечно же, для современного интернета компьютера с 256 ГБ оперативной памяти не хватит, поэтому мы отредактировали конфигурацию и установили 1 ГБ ОЗУ. Современные браузеры по типу Firefox и Google Chrome под этой системой уже не стартуют как несколько лет. Chrome прекратил поддержку XP в 2015, а Firefox в 2017. Поэтому мы воспользуемся браузером MyPal версии 29.2.0, который основан на старом ядре Firefox. И с помощью него интернет ходит довольно неплохо. Последняя Microsoft Office, которая поддерживается данной системой, является версия Microsoft Office 2010. Ну а если вам нравится монтировать или делать какие-либо смешные видеонарезки, то для этого есть Sony Vegas 10, которая является последней версией, работающей на Windows XP. Современный Telegram не поддерживается на XP с 2020 года, но можно использовать старую версию. Но там уже нет многих функций, которые пользуются большинство юзеров Telegram. Но сообщение грузит, каналы показывает, и на этом спасибо. Из аудио и видеоплееров до сих пор живы AIMP и VLC. В целом, кое-как на XP жить можно, но смысл ли от этого? Система, как по мне, выглядит очень красиво даже сейчас. Windows XP изначально поставлялась в двух изданиях – Home Edition и Professional. В 2002 году выходит Windows XP Tablet PC Edition – ОС, адаптированная для использования в планшетных ПК, и Windows XP Media Center Edition – ОС, которая была направлена на мультимедийный спектр. В 2003 году выходит Windows Server 2003, которая была направлена на работу с серверами и дата-центрами. В 2004 году выходит Windows XP Starter Edition. Стартер была очень урезанной версией. Она не могла запускать более трёх окон одновременно, имела очень ограниченные панели управления, не запускалась, если было установлено больше 512 МБ АЗУ и 120 ГБ жёсткого диска, не имела поддержки тем вообще, полностью отсутствовали функции сетевого домена и отсутствовала возможность создания учётных записей. Она была только одна и редактированию не поддавалась. Но зато были очень патриотичные скринсерверы и фоны рабочего стола. Причём для каждого языка фоны и скринсерверы совершенно разные. В 2005 году выходит версия Windows XP для процессоров X64, Windows XP Professional X64 Edition, основная на ядре Windows Server 2003. Но прожила она недолго и вскоре была забыта. В 2006 году выходит версия Windows XP для слабых компьютеров и с возможностью выбора компонентов при установке. Windows Fundamentals for Legacy PC. Также была версия Windows XP, которая предназначалась для банкоматов и прочих встраиваемых систем. Windows XP Embedded. Забавный факт. Домашнюю редакцию Windows XP можно без проблем с помощью редактирования реестра и прямых рук превратить в профессиональную редакцию. Есть даже несколько статей и видео по этой теме. Система действительно оставила свой след в истории компьютерной индустрии. Полная поддержка ЭТОС прекращена 8 апреля 2014 года, но для Windows XP Embedded поддержка закончилась ровно на 5 лет позже, 8 апреля 2019. Хотя были некоторые случаи, когда Microsoft выпускала обновления и исправления безопасности уже после окончания поддержки. Безусловно, эта система запомнилась очень многим, даже школьникам того времени и просто обычным людям, которые жили в 2000-х. Но рано или поздно приходит время что-либо менять, всё-таки прогресс не стоит на месте. На пике своей популярности в 2008 году Windows XP занимала рекордные 80% рынка всех Windows в плане ОС. И на удивление, в 2021 году XP до сих пор можно встретить, но только в банкоматах и различных терминалах. Вот такая вот история. А на этом всё. Надеюсь, что вам было интересно. Спасибо за просмотр. Ставь лайк и подписывайся на канал. Буду очень благодарен. До новых встреч. Красавчик.